Дорогие друзья, замечательное время было у вас, и знаете, Саша спросил, у кого тяжелое было время, я думаю наоборот, это такое расслабонистое время было, потому что купались. Но вот сейчас наступает самое тяжелое время, потому что кто-то покупался, сейчас еще и поел, а сейчас легкое такое тепло, раздурманит нас, поэтому держитесь. Если вы вдруг рядом видите спящую бровь, толкните, только не бровь, а бочок, аккуратно, скажи, проснись, и все будет хорошо. Прежде чем я хочу делиться словом, я задам вопрос друзьям, кто из вас был на последней молодежной конференции в Минске 3 июля? Ну не все, но извините, сами виноваты. Не, я шучу. Просто Александр дал мне задание проповедовать на тему, которую я частично делился на конференции. Вообще кто-то был, вернее так, я уточню, кто был после обеда? Это сложнее. О, меньше рук было. И Саша попросил меня делиться именно этой темой, цели христианина. И поэтому я хотел бы, чтобы мы сейчас просто, знаете, закрыли глаза. Закройте, только пожалуйста не засыпайте. И вспомните что-то приятное. Вот из своей жизни что-то приятное. Буквально 5-10 секунд. Не обязательно рассказывать соседу об этом теплом приятном. Просто закройте глаза. А теперь вспомните, о чем вы мечтаете. Попытайтесь представить это в своей голове. Скажите, пожалуйста, самому себе, не надо мне поднимать руку, да, и говорить, вот это я, ты про меня говоришь. Задайте этот вопрос самому себе. О чем была ваша мечта? Четко представьте, что-то это было такое прекрасное, морское, ракушки, песок меж пальцев. Может быть, это было что-то такое с тремя камерами сзади. Может быть, это у кого-то машина, у кого-то дом, у кого-то семья. Друзья, можно открывать глаза, не засыпайте, пожалуйста. Но подумайте, а представили ли вы мечту, которая была бы Божьей мечтой? Вы знаете, христиане почему-то, для меня это вот скорбно, но разговаривая с христианами, с людьми, которые называют себя христианами, считают себя христианами, я могу услышать о разных видах мечт. И на самом деле, каждая из этих мечт, она интересная, она важная, она приятная, весьма приятная. Но в то же самое время, я грущу о том, что христиане в последнее время как-то мало мечтают о Божьем. Или мечтают для Бога. Почему так происходит, я не знаю. Может быть, мы сегодня ответим на этот вопрос. Но одна из причин, это о том, что мечтают для Бога люди любящие. Я люблю свою супругу, у меня супруга, пятеро детей, я люблю свою супругу, и я мечтаю, я каждый раз думаю о том, что я могу сделать классного для нее. Я вам честно признаюсь, у меня не всегда получается, наверное, далеко не всегда получается. Но я мечтаю, что я могу сделать для нее. Я думаю, когда человек любит Господа, он мечтает не только там, Господи, я мечтаю, дай мне машину, дай мне айфон, дай мне жилье. Но когда ты любишь Господа, ты мечтаешь о чем-то для Него. Когда я говорю об этом, я вспоминаю фигуру царя Давида. Помните, а? Царь Давид, написано, ну всех уже победил, три раза, два с половиной еще врагам письма отправил. А потом приходит к пророку и говорит, ты знаешь, что у меня на сердце? Пророк, ну-ка, говори. Говорит, хочу построить храм Божий. Потому что, говорит, я живу во дворце, у меня каменный дом, у меня каменный пол, у меня все хорошо, все нормально. Вай-фай, доступ в любой комнате. Умный дом, я хлопаю, свет включается, хлопаю, выключается. Пылесос, все хорошо. А Божий ковчег находится в чем? В шалаше, в скине, в какой-то палатке. Говорит, наверное, это несерьезно. И вы знаете, Давид так любил Господа, что он так буквально загорелся этой мечтой. Он уже, он еще, наверное, до Нафана не дошел поделиться этой мыслью. Он уже спроектировал этот храм в своей голове. Он четко понимал, вот эти, как будут эти стены, как будут эти столбы, где будут окна, где не будет окна, где будет завес. Он все это спроектировал в своей голове. Почему? Ответ прост. Он любил Господа. Но, друзья, я сегодня, говоря о целях христины, я хочу оттолкнуться именно от мечт христианина. И я думаю, что каждая цель в жизни христианина должна вытекать из его мечты. И говорить я хочу именно не просто о мечтах, о мечтах, о богатстве, о каких-то меркантильных интересах. Я хочу говорить именно о мечтах для Бога в Боге. Вы знаете, мы очень часто боимся мечтать. Почему? Потому что в Библии написано, знаете что? Так будет и с всеми мечтателями. И несколько раз Новый Завет говорит о слове, или употребляет слово мечта, мечтатель в таком негативном плане, как о гордых людях, о каких-то людях, которые чего-то хотят, самодовольных. И поэтому в какой-то степени мы выросли с воскресной школы с пониманием, мечтать это грех. Но, друзья, когда мы говорим о том, что мечтать это грех, мы должны так и понимать, что если ты ставишь целью себя или во главу угла себя, если ты мечтаешь только о себе, и это потворствует твоей греховности, твоей гордости, тогда действительно мечтать нельзя. Но я сегодня буду говорить о мечтании, как, знаете, о чем-то хорошем, о чем-то дерзновенном, не дерзком, но дерзновенном в Господе. Мы вырастаем в наших церквях, мы вырастаем с воскресной школы, и мы думаем, что мечтать нельзя, мечтать можно. И почему мы часто не мечтаем? Да потому что мы не привыкли это делать. Я на конференции вспомнил случай, пришел недавно на домашнюю группу, на ячейку молодежную, и ведущий он вел, и говорит, а что бы вы сделали, если бы вам каждый день давали сгораемых 86 400 белорусских рублей? Вот каждый день. И я начал смотреть внимательно, как наши молодежи отвечают там, ну смешные ответы были, не буду говорить, вы и сами знаете. А я так думаю, ага, так знаете, как пастор, с высока смотрю. А потом очередь доходит до меня, и он мне в лоб, а пастор, а вы о чем? Вот куда бы вы дели? И я начал в панике метаться глазами из угла в угол в этой комнате, почему? Думаю, а куда бы я дел? И мне стало тяжело придумывать просто по одной простой причине, знаете какой? У меня никогда в жизни не было свободных 86 400 рублей ежедневно. И когда у тебя нету этих денег, да, вот нету этой суммы, ты никогда об этом не думаешь, ты никогда не представляешь, а что бы я сделал? Друзья, мы настолько отучились мечтать, потому что мы ограничены какими-то проблемами нашими жизненными, что мы не мечтаем ни для себя, хотя это в какой-то степени нормально, но хуже всего, что мы не мечтаем для Бога. Друзья, я вдохновляю вас, давайте будем мечтать. Конечно же, я не говорю о том, что мы должны мечтать, знаете, сами по себе и исключительно для себя. Нет, мечтай в Господе. Мечтай в Господе. Давид, он не помечтал себе, вот я построю себе дворец. Нет, он мечтал в Господе. Я построю это для Господа. Именно поэтому я попросил вас закрыть глаза и на какое-то время представить хорошее, доброе, а потом вспомнить свою мечту. Для того, чтобы мы четко осознали, а насколько наша мечта является мечтой в Господе. Давид, еще раз говорю, он не мечтал просто победить еще раз врагов. Он мечтал построить храм Богу. Но с другой стороны, мы, дорогие, должны всегда понимать, что мечта, какая бы ни была хорошая мечта, даже благородная мечта, нам необходимо задавать Богу вопрос. Господь, а это мечта от Тебя или для Тебя? Давид пришел к Нафану, к пророку, это было для него естественно. Он поделился с ним и говорит, слушай, у меня вот на сердце такая мечта. И помните, что Нафан сказал? Сразу же по-человечески. Потому что Нафан понимал, это крутая вещь. Делай. Но потом Господь развернул Нафана и говорит, нет, не Давиду это делать. Друзья, когда мы приходим или думаем о наших мечтах, имеем наши мечты, когда мы размышляем о наших мечтах, мы должны понимать, что они должны быть в Господе. Но в Господе это не означает, что они должны быть выглядеть, знаете, благопристойно. Да, мы должны проверять с точки зрения Священного Писания. Да, мы должны понимать, что вообще в Духе это Божие или не Божие. Но мы должны еще также на коленях у Господа спрашивать, Господь, а Твое ли это дело для меня? Иначе мы можем сказать, у меня мечта поехать в Африку, служить миссионерам. Хорошее дело? Друзья, хорошее дело? Хорошее дело. Божье можно сказать дело, проповедовать народам, Божье дело, Иисус заповедовал. Но скажите, пожалуйста, почему вы до сих пор не в Африке? Почему вы не в Африке? 86 тысячи. 400 уже есть, а 86 нет. Друзья, а мы не в Африке, потому что Господь нам конкретно каждому не положил это на сердце. Кто-то из белорусов сейчас в Африке проповедует, но мы здесь. Потому что конкретно нам Господь не положил. Точно так же, какая бы в нашей жизни классная мечта не была, благопристойная такая, казалось бы, библейски обоснованная мечта. Но если, друзья, вы не получили это внутреннего откровения, подтверждение в своем сердце, не рвитесь в бой. Иначе пострадаете. Но так же, когда мы думаем о нашей мечте, мы должны понимать, что она должна быть не только библейской, не только Божьей, вдохновленной Богом. Но любая мечта должна быть еще и правильно достигаема. Знаете, есть вещи, которые хорошие сами по себе. Они могут быть Божьими сами по себе. Это Божий принцип сам по себе. Но, увы, многие люди начинают достигать их неправильными путями. Давайте вспомним того же царя Давида. Вообще, кто помнит царя Давида? Вы такие, как бы, в возрасте. Я-то просто читал о нем, а вы его еще и помните. Так вот, царь Давид, он так любил Господа, что он решил перенести ковчег Завета. Не просто там, чтобы он стоял где-то в Израиле, в поле, в непонятном месте. Он решил его перенести куда? В Иерусалим. Помните эти приготовления? Они пришли, собрали большую группу прославления, там пели, дудели, все хорошо. Но что сделали? Друзья, Саша говорил, что я преподаватель. Я когда задаю вопрос, я жду ответа. Как бы, я не разговариваю сам с собой, иначе это было бы опасно. Итак, они пришли переносить ковчег. Что они начали делать? Вести. На чем? На телеге. А как должно было быть? Как ковчег должны были переносить? На шестах кто? О, левиты. Друзья, но священники левиты, или священники это тоже левиты, между прочим, они из того же колена. Друзья, вопрос просто в чем? Хорошая вещь перенести ковчег, правда, для поклонения в столицу. Правильное желание от Бога. Но это желание начало достигаться неправильными путями. Какой можно пример привести в нашей жизни? Иногда общаешься с людьми, и человек говорит, так хочет замуж, или так хочет жениться. Это прямо его мечта, просто все. И скажите, это Божье благословение? Божий принцип? Конечно же Божий. Но я думаю, вам не стоит приводить пример. Вы сами знаете, в вашем, наверное, окружении есть люди, которые, увы, приняли решение, или начали двигаться неправильным направлением. Почему? И кто-то выходит замуж за неверующего, или неверующего, и так далее, и тому подобное. Почему? Потому что хорошее дело достигается неправильными методами. Друзья, мечтайте. Но мечтайте в Господе. И любая мечта в Господе, ее нужно достигать правильными методами. Если это мечта от Господа, в вашу жизнь придут все необходимые ресурсы. Много лет назад я сидел, думал, размышлял, говорю, Господь, я чувствую, что мне Господь ложит на сердце сделать определенную вещь. Я говорю, Господь, ну, у меня нет ресурсов, у меня нет финансов, у меня нет возможности это сделать. А мне Господь на сердце говорит, слушай, а почему ты так думаешь? А чего ты так считаешь? Я говорю, ну, слушай, ну, ты посмотри на нашу экономику. Ну, Господь, ну, ты как будто ты не понимаешь. И в этот момент Господь положил мне на сердце такую фразу, короткую, но я ее помню. Будь ограничен Божьей безграничностью. Мы привыкли себя ограничивать какими-то проблемами, какими-то своими недостатками, какими-то своими нехватками, обстоятельствами. Но, друзья, если у нас есть мечта, не наша собственная, но мечта от Господа, в этот момент все ресурсы этой вселенной начинают приходить для реализации этой мечты. Почему? Потому что ты не в какие-то поддавки, не в какие-то шашки играешь. Ты слушаешь Господу, ты достигаешь Его мечту. Давид, давайте вспомним, мы хотя он не построил храм, Господь сказал, не тебе строить храм, но он уже приготовил все материалы, он приготовил огромное количество денег для того, чтобы Соломон ничем не нуждался и быстро построил храм. Друзья, когда у нас есть с вами Божья мечта, для ее реализации приходят Божьи ресурсы. Будь ограничен Божьей безграничностью. Даже как-то знаменитый индус Махатма Ганди сказал, что найди цель, и ресурсы обязательно найдутся. Найди цель, и ресурсы найдутся. Но знаете, многие люди такие остаются просто мечтателями. Есть в нашем языке даже, ну не в нашем, в русском языке, есть даже такое слово фантазер, правда? А чем отличается фантазер от человека, достигающего мечту или реализующего мечту? Есть еще понятие цели. Если мечта не превращается в цель, то она остается просто бесплодной фантазией. Такая песня есть советская, я еще помню, может, еще Александр Петрович помнит. Фантазер. Это у нас был кемп такой, и молодежь готовила такую, знаете, отбивку музыкальную, заставку на выход каждого этого спикера. И мне молодежь спрашивает, пастор, а вы не обидитесь, если мы вам вставим? Там фантазер, но пока я выхожу, я говорю, я заценил, но давайте что-то другое. Друзья, многие люди так и остаются мечтателями, фантазерами. Почему? Потому что они не начинают воплощать вот эту Божью мечту. Что необходимо для воплощения Божьей мечты? Вы знаете, для того, чтобы достичь какой-то цели, тебе необходимо разбить эту цель на несколько шагов. Шаги – это, знаете, такие маленькие, или задачи, такие маленькие шаги, которые ты можешь делать. Допустим, сейчас модно ПП и сброс лишних килограммов, лишнего балласта. И кто-то может сказать, что у меня цель – сбросить 25 килограмм. И знаешь, что я тебя не хочу огорчать, но твои 25 килограмм останутся при тебе, если ты не разобьешь все пошагово. Что ты будешь делать? Есть люди, которые говорят, я хочу служить Господу. Определись, как ты хочешь служить Господу. Будучи христианином, ты уже служишь Господу. Нет, ты определись, как ты хочешь служить Богу. И знаете, светские маркетологи или менеджеры, они предлагают разбивать цель по системе смарт. В переводе на русский это звучит так. Первое – сделайте ваши задачи, вот эти маленькие шишки конкретными. Не говорите, я хочу служить Богу. Скажите, я хочу петь во славу Божию в группе прославления. Потому что даже я и хочу петь, можно петь разными способами, правда? И в хоре, и сольно, и в группе прославления, и как я в лесу. Можно петь по-разному. Вы сделаете конкретно. Что вы конкретно хотите делать? Дальше. Следующий шаг. Или следующий, какая цель должна быть, или какой задача должна быть измеримой. Вы должны четко посчитать, какая она должна быть. Я хочу построить здание церкви во славу Господа. Окей, конкретно какое? С 20 на 20. С 40 на 40. Вот с такой крышей. Если будет водичка, еще будет лучше. Вот с такой крышей. Вот с таким домоходом, как вот здесь за углом. Ты должен четко определить, измерить. Почему? Потому что пройдет какое-то время. И когда ты посмотришь на свой прошедший путь, ты не сможешь сказать, достиг ты этой цели или нет. Сделал ты очередной шаг или нет. Почему? Потому что ты не измерил. Ты не сделал измеримой свои задачи. Следующее. Достижимые твои задачи должны быть достижимы. Знаете, мы можем сказать, все, я послезавтра, через год, перейду весь земной шар пешком. Ну, пешком, как минимум, это недостижимо, правда? Сделай себе достижимую цель. В нашей стране невозможно за один год построить здание церкви. Сделай себе достижимую цель. За этот год мы заложим фундамент. Петь. За этот год я научусь петь. Ну, как измеримо? Мне человек, который может петь, скажет, ты поешь. Не будешь выпрашивать ты, как Павел Александрович, вопрос, пою я или не пою. Тебе подойдут и скажут, ты поешь. Достижимое. Достижимое ли научиться петь? Ну, хоть как-то, но это достижимо. Следующее, четвертое. Задача должна быть реалистична. То есть, реально, это не просто сказки. О, я буду петь как в повороте. Нет, я буду петь так, чтобы меня возьмут в группу хоть какую-нибудь. Болельщикам тоже очень важно. И пятое, какие задачи или вот эти маленькие шажки в достижении цели. Установи сроки. Не говори, я хочу научиться петь, иначе тебе будет уже 85. И ты говоришь, ну я же двигаюсь. Нет, скажи, я через год. Через два я хочу научиться петь. Через два года я пойду на пробы, на прослушивание. И пускай они скажут, пою я в конечном итоге или не пою. Вы знаете, когда мы мечту переформатируем в цель, начинаем разбивать ее вот на эти задачи, маленькие шажки, которые мы достигаем каждый день. Я замечаю, что многие люди таки остаются лежать на диване. Цели не достигаются лежа на диване. Братья, аминь. Братья знают, что это такое. Потому что прибить полку, лежа на диване, невозможно. Братья улыбнулись, женаты. Вы знаете, Мартин Лютер Кинг, знаменитый борец за равноправие черных в Соединенных Штатах Америки, он сказал такую вещь. Сделайте первый шаг. Вам не нужно видеть весь лестничный марш. Просто сделайте первый шаг. Мы часто планируем, мы часто хотим, но так и не начинаем действовать. Мы не делаем первый шаг. Знаменитый французский писатель Энноро де Бальзак сказал так, чтобы дойти до цели, надо прежде всего начать идти. Вот просто. Потому что если ты стоишь, ты никогда не дойдешь. Наполеон Бонапар, такой был деятель, сказал так, если ты хочешь добиться цели, нужно каждый день хотя бы немножко к ней продвинуться. Мечты часто остаются мечтами, как я и говорил, и не переходят к цели. Не переходят в цели. Цели – это то, что достигается. Фантазии – это то, что остается у тебя в голове. В мире много фантазеров, но мало людей, достигающих цель. Я на конференции рассказывал пример, знаю одного человека. И ты с ним разговариваешь, это парень, который сейчас вне церкви, но он был раньше христианином. И ты с ним разговариваешь, ты думаешь, что ты просто с каким-то олигархом. Ну если он не олигарх, то очень обеспеченный человек. У него автопарк, пять или шесть машин, на него работают люди, еще две бригады. И вот если закрыть глаза, думаешь, может быть, ему ходить в нашу церковь, там пожертвования, десятины. А открываешь глаза, там такие, знаете, треники, вытетаны коленями. В Вьетнамках он стоит с грязными ногами. И я понимаю, что он-то не умирает с голода, то есть он не бомж. Как-то что-то у него, какие-то деньги есть. Но вот то, что он рассказывает, совсем не, как-то не соединяется с тем, как он выглядит. Он вечно в каких-то долгах, вечно в каком-то движении, вечно... Но когда ты закрываешь глаза и слушаешь его, ты думаешь, он богатей. Друзья, фантазии, фантазии. Девчонки, сестры, я вдохновляю вас, не обращайте внимания на фантазеров. Фантазеры, это классно, хорошо в первый месяц, которые называются, как? Какой, бредовый ты говоришь? Нет, медовый, Саша, медовый, что ты бредовый какой-то? Вот первый месяц, это хорошо. А потом, знаете, когда надо обеспечивать семью, надо обеспечивать жену, обеспечивать ребенка, что-то с жильем делать, фантазии не помогут. Фантазии не накормят твою семью. Смотрите, сестры, чтобы ваш, этот парень, брат, на которого вы обратились в свою взору и решили облагодетельствовать его своим согласием, чтобы это был человек, ставящий цели и достигающий их. Кто-то скажет, что делать с ленью? Мой друг задал вопрос. Павел, ты не знаешь, что делать с ленью? Я говорю, вообще не знаю. Я с ней дружу. Что делать? Как побороть лень? Если бы я знал, я на конференции сказал, если бы я знал, я был бы на другой конференции уже. Но по факту, друзья, с ней что-то надо делать. Книги-притч много говорит о том, что если человек будет ленивый, у него будут проблемы. Давайте просто один текст прочитаем. Притча, 24 глава, 32-34 стих. И посмотрел я и обратил сердце мое, посмотрел и получил урок. Немного поспишь, немного подремлешь, немного сложив руки, полежишь. И придет, как прохожая, бедность твоя и нужда твоя, как человек вооружен. Друзья, это говорится о непосредственных финансах. И мы сами понимаем, если ты не будешь ходить на работу, если не будешь заниматься бизнесом, или еще чем-то, если ты не будешь пахать, а в этом мире надо пахать, то у тебя ничего не будет. И точно так же и в духовной нашей жизни. Братья и сестры, если мы не будем пахать над духовными вещами, если мы не будем поститься, если мы не будем молиться, если мы не будем углубляться в изучение Священного Писания, друзья, ничего не получится. Потому что немножко подремлешь, немножко полежишь, думаешь, но я сегодня не буду просыпаться на молитву. Ай, ну я ж и так хорошо, ну я ж не грешник, вот как Коля, например, да? Ну я ж все, вроде как бы со мной все нормально. Немножко поспишь, немножко подремлешь, и придет бедность твоя. Я вдохновляю вас, когда у вас есть мечта, вы ее переформатировали в цель. Начните двигаться, начните действовать. Вы хотите создать какой-то проект, с помощью которого будете евангелизировать людям? Или ездить в детский дом? Начните двигаться. Просто лежа на диване этот проект не реализуется. Вы хотите создать какую-то музыкальную банду, которая наконец-то снизведет небеса на землю в Брест? Не то, что вот эти, ну в смысле, начните двигаться, начните учить ноты, учить петь. Начните собирать ребят, которые играют и поют. Начните молиться, потому что ангелы не приходят на звуки музыки. Ангелы приходят на открытые, ищущие, жаждущие сердца. Начните что-то делать, начните двигаться. Лень не прокатит. Дальше, когда мы двигаемся, вернее, когда вот у нас есть эта цель, мы переформатировали ее, разбили на задачи, просто начните двигаться. Это я уже сказал. Лень не прокатит. И при целеполагании крайне важно постоянство. Что значит постоянство? Постоянство, это значит делать одно и то же на протяжении какого-то времени. Невозможно достичь своей цели, поставленной, если ты каждый раз спрыгиваешь на какую-то другую вещь. Сегодня я хочу создать настоящую группу поклонников. Такие уж поклонники, чтобы просто аж ангелы плакали от зависти. А завтра, а завтра я хочу создать клуб шахмат, через который я буду проповедовать Евангелие. А через неделю, а через неделю я буду самым лучшим преподавателем воскресной школы в церкви. А что через месяц? Проповедники ничто, никак не могут донести Божью истину. Я буду проповедовать. И ты каждый раз на что-то перескакиваешь. А через год ты уже бизнесмен. А через два года ты просто уже эмигрант. И ты скачешь с цели на цель. Цель на цель. Постоянство. Друзья, проявляйте постоянство. То есть быть, заниматься одним и тем же на протяжении длительного времени. Знаете, я не знаю, как много здесь любят футбол. Я с детства играл в футбол. Ну, сейчас не видно, да? Но играл в футбол. Сейчас просто люблю его смотреть. И знаете, много звезд. Вот это распиаренный там Рональдо, этот парень для подавания мячей Месси. Но никто из них не был бы известен, если бы они постоянно не приходили на тренировки и не делали бы это на протяжении многих лет. Еще раз говорю, если бы они постоянно не приходили на тренировки и не делали бы это на протяжении многих лет, о них бы никто не знал. Еще крайне важно посвящение. Когда ты достигаешь мечту, переформатированную в цель, крайне важно не только постоянство, но и посвящение. Это похожие вещи. Но посвящение – это когда ты отдаешь свою жизнь на достижение какой-то конкретной цели. Уинстон Черчилль сказал как-то так. Вы никогда не достигнете пункта назначения, если будете останавливаться возле каждой лающей собаки, чтобы бросить в нее камень. Но посвяти себя этой цели, не обращая внимания на то, что тебе будут говорить вдогонку, потому что будет много людей, которые тебе будут завидовать, будут выговаривать. Если ты знаешь, что это Божья мечта, если ты знаешь, что это какое-то подтверждение в твоей жизни было, ты разбил на определенные шаги, на определенные задачи, ты начал двигаться, ты начал достигать эту цель. Пойми, в твою жизнь обязательно придут лающие собаки. И лающие собаки, они сильно затормаживают ход на достижение твоей цели. Не обращай на них внимания. Будь посвящен вот этой цели. Кто-то скажет, Павел, ты что-то тут задвигаешь, какой-то современный менеджмент, маркетинг. Вы знаете, 1 Тимофея, 2 глава, приводит прекрасный пример нашего Господа. 1 Тимофея, 2 глава, 3 стиха. Павел пишет, ибо это хорошо и угодно Спасителю нашему Богу, который хочет, чтобы все люди спаслись и достигли познания истины. Какая у Бога мечта, исходя из этого текста? Друзья, не засыпаем. Какая мечта у Господа? Все люди спаслись. И скажите, просто Господь сидит там на небесах с этой мечтой? Нет. Изучая Священное Писание, мы видим, что уже много тысяч лет Господь достигает эту цель. Он посылает пророков сначала. Потом Он послал своего Сына, Иисуса Христа. Потом Он послал апостолов. Дальше Церковь. Дальше Он вдохновляет каждого из нас своим Святым Духом, чтобы мы шли и достигали. У Бога есть конкретная мечта. Он сделал ее целью, которую Он достигает и которой Он движется. И знаете, когда-то этот конкретный срок у Него тоже стоит. Может быть, мы с вами не знаем. И никто в мире не знает, когда Он придет. Но Бог Отец знает. У Него стоит конкретная дата, когда Он вернется на нашу планету. И тогда Его цель будет достигнута. Смотря на жизнь апостола Павла, мы можем увидеть то же самое. Книга, Деяния, 16 глава. У Павла есть огромное желание, мечта проповедовать народу. Он хотел проповедовать там, где еще никто не проповедовал. И написано в 16 главе, он решил пойти в Асию. Дух Святой не допустил. Предпринимал эти Вифинию. И туда Дух Святой не допустил. Но Господь его вел так, что он останавливал апостола Павла. Но Павел двигался, Павел достигал. И даже когда он попадал в тюрьму, он говорит, не, эта жизнь для меня еще не закончена, потому что я еще не проповедовал там-то и там-то. Он пишет римлянам, говорит, я еду к вам в тюрьму, не переживайте, но дальше у меня план, я хочу в Испанию. И в Испанию не ноги погреть на пляже, а в Испанию проповедовать. У Павла была мечта, и он ее достигал. Друзья, если наш Бог-Отец имеет мечту и достигает ее, если у апостола Павла была эта Божья мечта, и он достигал ее, скажите, пожалуйста, нам, христианам 21 века, надо ли иметь мечту или нет? Просто ли эта мечта должна быть? Классная машина. Ребята, машина это все железо. Сегодня она модная, а завтра ржавая. Телефон классный, а упал перед выходом, и разбился экран. И все. Все это земное, все это ерунда. Потому что тот человек, который любит Господа, он имеет мечты от Господа. Я не знаю почему, может быть, кто-то скажет, Павел, ты просто больной на самом деле. Я, наверное, я не знаю, я иногда о себе там думаю, смотрю, температура не 36,6. Но я почему-то хочу в моем сердце, чтобы Бог прославился. Я хочу, чтобы наша страна наполнилась сетью церквей из полных сил и Святого Духа. Я хочу, чтобы наше поколение, чтобы церкви не плакали от того, что молодежи нет в церквях, а чтобы церкви были наполнены молодыми людьми. Поколение наше пришло к Богу. Я хочу, чтобы молодые люди начали управлять этой страной и делать ее по Божьему плану, по Божьим ценностям, по Божьему слову. Я хочу, чтобы у нас на улицах не ходили пьяные, а ходили красивые, одетые, украшенные люди и прославляли Бога. Я хочу, я имею эту мечту. Друзья, и мой вопрос, почему же мы с вами порой начинаем думать обо всем? Мы с вами поговорили, что каждому человеку, чтобы не было мучительно больно за бесцельно прожитые годы, необходимо не просто жить, участвуя в броунонском движении. Кто-то знает, что такое броунонское движение? Курс физики. Хаотичное движение. Еще по-другому в христианстве это называется имбурде. Движение имбурде. Знаете, что такое движение имбурде? Имитация бурной деятельности. Движение имбурде. Ты что-то делаешь? Да, я что-то делаю для Господа. Проходит пять лет. Ты что-то делаешь? Да, я что-то делаю для Господа. Проходит сорок лет, ты посмотрел, ты ничего не сделал для Господа. Потому что вот это движение имбурде ни к чему не привело, не принесло плодов. Друзья, у нас должно быть целенаправленное движение к воплощению Божьей мечты в нашем сердце. Мечты бывают разные. Увы, но даже многие христиане не мечтают Божьими мечтами, а удовлетворяются всего лишь материальными, меркантильными интересами. И это результат того, что мы охладели в своей любви, в своей любви Господу. Давайте вспомним вторую главу книги Откровений, когда Иисус обращается к Ефесской Церкви. Ефесская Церковь, которая была гигантская. Как-то ученые подсчитывали и говорят, что, возможно, до 80 тысяч к тому времени была Ефесская Церковь. Ефесская Церковь, в которой было пробуждение, помните, пробуждение настолько мощное, что оккультно-языческий бизнес клякнул. Они говорят, слушайте, там все идут за христианством, у нас скоро бизнес остановится, мы не сможем продавать эти амулеты. Было пробуждение таким, что написано, вся область услышала об Иисусе Христе. И вот в этой церкви, там, где был такой мощный христианский движ, это не было имбурде, это был мощный христианский движ. И Иисус обращается и говорит, я знаю твои дела, я знаю, что ты перенес то, 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 но я что-то против тебя имею. Ты оставил свою первую любовь. И дальше Иисус говорит, вспомни, откуда ты упал. Оказывается, первая любовь, это уровень, на которой должны стоять каждый из нас, каждый христианин, кто в своем сердце положил служить Господу, следовать за Иисусом. И если ты сейчас не там, это означает, что ты упал, и ты в грязи безразличия, ты в грязи холода находишься. Вы знаете, в нашей церкви я недавно начал проповедовать на тему, а почему мы должны любить Иисуса? Вот сейчас задайте себе вопрос, почему мы должны любить Иисуса? Ведь любить машину, это же гораздо круче. А жену на втором месте? Айфончик свой, мой любимый. Шмоточки, это же круче. Зачем нам любить Иисуса, друзья? А Иисус, а причина банальная, Он все сделал для нас. Первое, друзья, Он нас создал. Вы знаете, и Библия говорит, и лично в моей жизни это проявило, что если бы не Иисус, мы бы не жили. Я третий ребенок в семье, у меня было две старшие, у меня есть две старшие сестры. После вторых родов моя мама очень тяжело перенесла роды. И ей сказали, женщина, вам нельзя больше рожать. И когда нам пришло время, она забеременела мной, ей сказали, женщина, вам необходимо делать аборт, потому что в данном случае умрете вы, и умрет ваш ребенок 100%. И моя мама, она сама медик по образованию. И вы знаете, когда ты просто учитель, и тебе говорят, ну ты умрешь. Ты думаешь, ха, что этим докторам верить смешно. Но когда ты сам медик, она фельдшер, акушер, она понимала, что это такое. Но она была евангельская верующая, и она в своем сердце сказала, ей, Господи, я убийство делать не буду. И она меня с детства, еще когда я был в утробе, она посвятила меня Богу, и сказала, Господь, если я умру, ты о нем позаботься. Возьми его за руку и веди его. Поэтому я знаю, почему я люблю Иисуса. Да потому что, если бы не Иисус, я бы не был здесь, и вообще ни разу бы не дышал на этой планете Земля. Что еще Иисус для нас сделал? Он умер за нас, когда нам было еще наплевать на Него. Он уже тогда умер за нас. Когда мы, нашей нации еще в помине не было, Он уже тогда висел на Голгофском кресте. И Он умер за каждого из нас. Что Он еще сделал для нас, Иисус? Есть ли смысл Его любить? Когда у тебя что-то болит, и ты с чем-то не можешь справиться, как в физическом плане, так и в душевно-эмоциональном. Ты приходишь к Иисусу, ты молишься, и ты получаешь исцеление. Ты получаешь утешение. Ты получаешь ободрение. Почему мы должны любить Иисуса? Да потому что Он все сделал для нас. Друзья, а если Он все сделал для нас, так может быть, есть смысл действительно переоценить свою жизнь и снова обновиться вот в этой первой любви к Иисусу. И быть христианином не потому, что я вырос в семье верующих родителей. Это хорошо, это великое благословение родиться и вырасти в семье верующих родителей. Но будь верующим, потому что ты любишь Иисуса. А когда ты любишь Иисуса, в твоем сердце, как в сердце Давида рождаются такие, знаете, просто огромные мечты. Господь, я хочу построить Тебе храм, потому что я сам живу. Вот у меня трон, вот у меня виноград в золотой миске, умный дом, интернет высокоскоростной. Он говорит, ну мне что, я хочу для Тебя. Он захотел не просто где-то, чтобы этот ковчег стоял под дождями, в поле, на камне. Он говорит, ребята, собрал своих солдат, собрал священник, говорит, слушайте, давайте его принесем в Иерусалим. У него была мечта. Почему у него была мечта? Потому что он любил Иисуса. Ну, не Иисуса, он любил Бога. Друзья, я вдохновляю вас, если вы любите Иисуса, мечтайте для Него. А все остальное, железо, вот эта вот цифра, они придут в вашу жизнь. Эти все желания где-то попутешествуют, ребята, оно придет в вашу жизнь, когда вы будете мечтать для Иисуса. Этот песок морской вы будете из тапок доставать, выколупывать, потому что вы будете мечтать для Иисуса, и Он вас поведет куда-то туда далеко, что вы даже на карте не найдете это место. Любите Иисуса. Мечтайте для Него. Формируйте эти мечты в цели, разбивайте на шаги задачи и двигайтесь, 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 чтобы, знаете, когда вы будете седой, ну, не такой седой, как я, я еще молодой седой, но когда вы будете старый седой, вот как Саша, допустим, вы сядете с внуками, они подойдут к вам, а вы скажете, смотрите, детки, смотрите, внуки, как мы многое сделали для Иисуса. Любите Иисуса. Мечтайте для Иисуса. Достигайте цели для Иисуса. Я хочу вам сейчас предложить встать и помолиться. Когда Иисус обращался к Ефесской церкви, Он сказал, и так вспомни, откуда ты не спал, и знаете, что сделаете? Что там сказано, кто-то помнит? Покайся. Не в грехах покайся. Не в воровстве, не в блудении, анонизме, в чем-то там, в наркоте, алкоголе. Не в этом Он сказал, покайся. А покайся, что ты потерял первую любовь. Наша жизнь, наша христианская жизнь становится, как, знаете, как выжитая тряпка, если в ней нет любви к Иисусу. Мы не мечтаем, потому что в нашей жизни нет любви к Иисусу. Давайте просто сейчас на какое-то время закроем наши глаза, склоним головы. И попросите сейчас, Дух Святой, просто прийти в вашу жизнь и показать, а если в вашем сердце это первая любовь. Я вас прошу, только не занимайтесь самооправданием. Боже мой, Владыка, я молюсь тебе во имя Сына твоего Иисуса Христа. Ты прямо сейчас говори каждому из нас, сердце каждого из нас. Постала куртен дарам массе ши тур ора айфи сендула хауа те стенгер форта чаркаси.